Ария Рума и маленькие любители покушать, марсианского прохождения и квадратной шаурмы. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем. Я бы не сказал, на самом деле, что с момента прошлой серии достаточно много времени прошло, я что-то здесь успел поменять. Немножечко у меня видоизменился наш производственный цех. Здесь стоит вот такая вот машина тоже из Mondra Ender.io. Крафт у неё до жути простой, и все ресурсы для неё у нас уже давно были готовы. И по факту она нужна была нам для создания вот этого Z-Logic Controller, который создаётся тоже элементарно. Здесь мы его с вами забираем для дальнейших крафтов. Я побегал за кадром, конечно же, и поубивал немножечко крабов и ещё немножечко китов. Благодаря чему я могу крафтить вот эти вот скомпрессованные, получается, политики, обжигать их, и вот такой вот якорь у нас теперь, тадам, готов. Ну-ка, у тебя недостаточный дамаг, но у тебя бесконечные патроны и очень высокая скорость. Ничего, я думаю, свыкнемся. Вообще, этих якорей из этого мода достаточно есть много. И если я правильно понимаю, то вот это вот самый мощный, всего 6 дамага, но для него нужны какие-то левиафаны и ещё какие-то тичи. Вообще непонятно, где это пока что всё брать, и будем отталкиваться от того, что мы здесь имеем. Вот это вот Z-Logic Controller на самом деле мне нужен был для создания вот этого вот спавнера, для создания которого не хватало только его. И остальные здесь ресурсы, которые используются, элементарно крафтятся и создаются. А теперь мне нужно создать обычную наковальню из обычного Майнкрафта. И всё это мне нужно безобразие, только для создания спавнеров визорскелетов. Вот это вот как раз спавнер и будет нам их создавать, но ему сначала нужно дать, что именно мы будем создавать. Я напомню то, что когда мы бегали и искали боссов на Марсе, мы собирали вот эти вот сломанные спавнеры. По идее, мы можем запихнуть сразу же кого-нибудь из этих вот сломанных спавнеров в этот, но я думаю, что сразу нужно запихивать сюда этих самых визорскелетов. Без разницы, какой спавнер с кем брать. Главное нам сейчас, по идее, найти именно самого визорскелета, которую мы поместим в эту колбочку. Вот мы уже и в крепости, и нам остаётся здесь найти только любого скелета. О, наконец-то я тебя нашёл. Привет. Полезай в баночку. Всё, душа скелета помечена успешно в баночку. А теперь же нам нужно отправиться обратно домой, для того, чтобы взять все необходимые нам механизмы. Нам как раз понадобится вот этот вот соединитель душ, который мы крафтили в прошлой серии. Сюда мы помещаем обычный спавнер, а сюда душу скелета. Нам требуется 8 уровней. По идее, мы можем запитать с помощью обычного уровня, который у нас здесь у персонажа есть, и мы должны дождаться. По идее, процесс этот очень не быстрый. Вот 2%, 3%. Ну а чтобы просто так здесь не ждать, я буду готовиться к созданию этой самой формилки мобов, которую я хочу здесь как раз-таки и создать. Наконец-то у нас создался сломанный спавнер с визор-скелетонами и пустая скляночка с душой. Успешно мы это всё себе забираем, и как раз здесь нам понадобится накование. Мы соединяем, получается, вот этот вот спавнер, плюс душа. 16 уровней, это всё требуется. И задача. Получается у нас запитанный спавнер с душой визор-скелета. Также мне понадобится немножечко тёмного стекла, вентиляторы, петалово, способ убивания этих самых мобов, и пока что это всё, что я придумал. Возможно, нам понадобятся ещё какие-то вещи, типа эндер-воронок или прочего, но мы будем думать уже по мере поступления проблем и по мере появления различных неприятностей, которые могут у нас возникнуть в процессе выполнения нашей операции. Я сомневаюсь, что какие-то у нас сложности по ходу операции возникнут, ведь по факту мне нужно создать обычную мобоферму. Я хочу это сделать на достаточно большой глубине, попутно пытаясь убить таким образом двух сразу зайцев. Сразу же я повстречал здесь по себе при раскопках руду из дивана, реалмид. Достаточно очень уникальная вещь, по факту это тот же самый алмаз, но более модифицированный. И не сказать, что это какой-то читерный ресурс, ведь по факту на начальных этапах это будет очень даже незаменимый ресурс, если бы мы начинали с обычной планеты. Ведь монстры, которые здесь встречаются, просто очень сильно агрессивны. А вот что здесь действительно я не ожидал встретить, так это нефть. Я хотел докопаться до 11 высоты, сейчас мы как раз на ней находимся. И здесь примерно я где-то буду делать фарминку. А вот, кстати, и новые руды. Так, рупий и арлимид. Это, наверное, самые необходимые руды. По факту из них создаются те же самые инструменты, но с большим количеством урона и с большим количеством эффективности. Но самое, наверное, что с них создаётся, это шадоу-бэр. Те самые теневые слитки, из которых мы в будущем с вами обойтись вообще не сможем. Опа. Привет, ребят. Фататики. Вы очень сильно бьёте, я вам скажу так. Вы мне пробиваете мою суперскую броню даже. Ну и я вас нехило так дамажу. У вас падают алмазы и шардики, которые мне тоже понадобятся. Ради этих шардиков, в принципе, я и начал вот здесь вот на таких уровнях раскопку, чтобы иметь возможность помимо фарма обычных визор скелетов здесь фармить попутно ещё и этих шипастых созданий. Когда же я создал здесь небольшую такую платформу, я размещаю примерно посередине здесь как раз-таки вот этот вот спаунер. Копасть-то нужно ему. Забыл я об этом. Ничего страшного, сейчас мы тебе его принесём. И энергию надо как-то сюда подвести. Всё, он у нас заискрился, завертелся. А это значит, что по идее здесь должны спауниться мобы. Немножко, конечно, здесь темновато будет, но ничего страшного. Нам теперь этих мобов нужно как-то собирать. За неимением лучшего варианта нужно это делать вентиляторами. Какая-то у нас проблема с энергией. Я не могу почему-то из сетки забирать электроэнергию. И очень медленный спаун происходит. Надо сейчас в любом случае мне лететь домой и разбираться. Очень неудобно то, что мне приходится туда-сюда мотаться постоянно. Но пока что у нас нет другого выбора. Хорошего можно было просто туда вниз портал перенести. Возможно, я это сделаю, но попозже. Пока у нас в приоритете разобраться со спаунером. А, вон он чё. У нас просто закончилась здесь энергия, а генератор не успел её ещё выработать. У нас ещё поедается энергия здесь. Короче, у нас просто не хватает мощностей нашего генератора, который здесь пытается у нас что-то делать. Он у нас снова выключился, а здесь даже ничего не наполнилось. В общем, его нужно сейчас включать, и чтобы он у нас постоянно работал. Иначе, я думаю, у нас вообще ничего не получится. Благодаря добавлению обычного переключателя, у меня получилось сделать так, чтобы эта схема была зациклена сама на себя, и генератор теперь у нас будет работать постоянно. Я думаю, времени работы нашего генератора с полной вот этой вот бочкой хватит на какое-то время, и запаса, в принципе, вот этого топлива у нас тоже хватит. Хотя бы на парочку часов его непрерывной работы, и мы смогли бы нормально всё это воспроизвести в обычном мире, таким образом, чтобы у нас схема заработала более чем нужно нам формате. Опа! Привет! Вот и вас как раз-таки я искал. Сейчас мы будем с вами пробовать заполнять этот соулшард вот этими произведёнными здесь скелетами. Да, теперь здесь 9 душ. Это офигенно. К сожалению, мне пока что вообще ничего интересного с этих скелетов не выпало. Моя цель здесь, как и была до этого, заполучить себе, как ни странно, головы этих самых скелетов. Но, по идее, у меня есть соулдаггер. Мы сейчас будем одновременно с них фармить и то, и то, и вообще всё на свете. И надеюсь, у нас получится хотя бы что-то с этим сделать. Главное сейчас нам сделать более удобный способ фарма этих самых скелетов. Как я понимаю, для большей продуктивности нам не хватает именно мощности капаситера, который там находится, ведь он просто банально не успевает забирать всю энергию, которая у нас хранится в этих ячейках. Поэтому я думаю, что нам нужно будет после того, как я настрою вентиляторы, бежать домой и делать более лучшие капаситеры. Вот эти самые капаситеры. Если базовые крафтятся у нас без проблем, то на вот эти вот нужны энергетические алои, которые за крафтом я уже наделал очень даже много с помощью обычных этих самых эссенций, которые я здесь выращиваю. Второй уровень мы крафтим. А для создания следующего уровня нужен обычный глоустол и выбирать он алои. который давно у нас уже производится успешно. Его мы создали и отправляемся мы успешно обратно. Но я посмотрел по ресурсам, вообще по производственным мощностям нашим, и у нас оказывается в принципе не хватает мощности нашего генератора для сомнежения всех частей, которые мы могли бы обеспечить. То есть вот этот генератор из Immersive Engineering очень неэффективный, как оказывается. Их нужно строить вообще больше, чтобы хоть какая-то у нас прибыль от всего этого безобразия была. Привет, шапастин. Меняю я здесь капаситер и смотрим. Но я бы не сказал, что процесс быстрее пошел. Ну да. Как я и говорил, тут энергии также нам не хватает. То есть мы в итоге имеем просто нехватку энергии у нас по производственным мощностям. А значит то, что нам скорее всего придется здесь строить в следующей серии, а возможно я за кадром построю, потому что мы уже это с вами делали, обычный термоядерный генератор из мода механизмов. В общем, посмотрим и подумаем, что нам лучше будет сделать здесь. Что мы имеем здесь в итоге? Скелеты очень отвратительно у нас спавнятся. Я боюсь то, что мне сейчас придется, наверное, строить здесь где-нибудь метриную подстанцию, которая смогла бы питать все этих скелетов. А у меня просто другого сейчас выбора нету. И это будет, естественно, как временный вариант. Мы с вами просто будем таким образом ждать здесь, просто когда вот этот вот Soul Shard может заполниться, и мы смогли бы здесь сделать менее энергетически зависимый спавнер. Поэтому мы сейчас, получается, летим обратно и сделаем здесь энергетическую ферму, получается, в обычном мире. Я очень, на самом деле, сильно разочаровал этот вот генератор, я ожидал от него большего. Создал я здесь новую сеть, именно ветряной генератор. И иду пытаться эту сеть как-то реализовать здесь. Очень будет некрасиво, я согласен с вами. Но у меня сейчас просто нет другого выбора. Потом будем надеяться, что у меня получится успешно все это безобразие снести, когда появится более разумный метод по генерации этой самой электроэнергии. Если у вас какие-то есть предложения по этому поводу, то пишите, пожалуйста, об этом комментарии, и я обязательно к вам прислушаюсь. Ой, я тупой, а. Я решил, что далеко лететь я не буду. Просто на первом ближайшем острове, вот таком вот летающем слиднем, построю эту самую ветряную ферму. Конечно, не совсем эстетично, но да и ладно. Таким образом, мы достаточно большое количество электроэнергии здесь собираем. Главное, чтобы у нас этого безобразия хватало на все наши нужды. Если не будет хватать, мы просто еще понастроим эти генераторы. Опа, привет. Ну, засранится. Смотрите, нам снова не хватает этой энергии. У нас всего производит, это получается, ферма 1950 РФ. По идее, нужно столько же еще и ветрогенераторов разместить там сверху. Хорошо, не проблема. Почему бы, как временный вариант, еще не разместить этих самых генераторов? Еще немножечко я здесь себе ветряков разместил. Теперь у нас по электроэнергии вырабатывается 4000 вместо двух. Так, давайте смотреть. Снова нам будет хватать этого всего? И нам все равно не хватает. Давайте еще поставим, не проблема. 4500 теперь энергии. Ну, серьезно, такие маленькие крохи, что это вообще не серьезно. Все равно не хватает. Тебе еще что ли нужно? К сожалению, у меня весь редстоун закончился на базе. Куда тебе еще-то? Все мало и мало. Хотя, если быть серьезным, то вырабатывается с большей скоростью у нас теперь этих самых негодяев. Но почему-то визор черепков с этих негодяев падает не больше. Я так понимаю, ты можешь вообще бесконечно вливать в себя эту электроэнергию, а мы, в свою очередь, можем эту электроэнергию бесконечно генерировать. По-моему, слишком какая-то большая ферма у нас получается, но ничего страшного. 6000 рф затих и все равно мало. Офигеть. И будем честны, теперь он гораздо быстрее это все производит, но все равно скорость очень маленькая и недостаточная. И да, будет хотеться больше, но это прям реально не серьезно. Либо нужно реально ставить просто огромнейшую кучу витринных генератов, либо что-то еще, но это вообще нет. Вообще, я хотел бы последнюю вещь, наверное, с вами сделать. В этой модификации, по идее, есть различные добавки, которые должны мне помочь заполнять вот этот вот Soul Shard быстрее. Но сейчас тут 64 души, это вообще не серьезно за все это время, которое я здесь потратил. По идее, я могу создать вот этот вот меч. Он скрафтится из слитков, которые, в свою очередь, крафтятся из еще одних слитков. И, по идее, его можно зачаровать на Soul Staler. Если я все правильно помню, то именно это зачарование поможет нам за одного убитого скелета получать больше из него душ. Давайте сейчас это сделать попробуем. Правда, у меня ни уровней, вообще ничего нету из-за того, что я недавно умер. Слитки создались, и меч тоже создался. Так, теперь зачаровательный стол, и обычные вот эти букшелфы. Возьму немножечко лазуриты, и сейчас будем пытаться в обычном мире это все зачаровать безобразием. Но для начала мне нужен 30 уровень, а как его добыть? Так, чтобы себя не покалечить. Пытался как-то удариться здесь в зачарование, но, как вы можете понять, ничего путного у меня из этого не вышло. Но зато я уже нашел 3 черепа голов скелета и сушителя. И мы можем с полной ответственностью сейчас пойти на него в атаку и попытаться его убить, чтобы хотя бы одну звезду из Незера получить. Будем пытаться его убить в естественной его среде обитания. Но, в принципе, без разницы где. Давайте вот здесь, вот недалеко от портала, его заспавним. Что? О, я не могу еще использовать это все безобразие. Нужно еще прокачаться, то есть нужен еще опыт. О, это тот самый мод на прокачку, то есть мне нужно атака 20, щиты 20. У меня защита 7, атака 12, строительство еще нужно. А на это все безобразие нужен уровень. Это надолго, короче, ребят, я вас понял. Это мне в этой серии очень не светит. Мне за кадром предстоит колоссальное количество работы проделать. Мне нужно набраться себе опыта зачаровать меч на пожиратель душ. И, наконец-то, набрать себе достаточное количество опыта, чтобы мы смогли с вами вместе строить эти самые головы скелетов-осушителей. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся.